МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И не позволяют сомневаться в эффективности, поскольку на сегодняшний день мы достигли вот этого 40-процентного прослойки привитого населения, которое не позволяет разгореться эпидемии гриппа. И, безусловно, это большое благо. А оценить это можно на коллективах, потому что если в коллективе действительно привито 40% сотрудников, работников, которые тесно, ежедневно общаются друг с другом, то в этом коллективе, конечно, безусловно, заболевших в разы меньше. Ну а те люди, которые все-таки заболевают, потому что мы еще раз говорим о том, что вакцинация, она не обеспечивает стопроцентную защиту от заболевания, но люди, которые привиты, они переболевают в более легкой степени. Таких сознательных коллективов в Гомеле большинство? Если бы вы мне этот вопрос задали, наверное, 3-4 года назад, я бы как-то засомневалась, как правильно ответить. Но из года в год количество как раз сознательных коллективов растет. И сегодня проводится определенная работа совместная с Центром гигиенопедемиологии, территориальным поликлиниками. Проводится работа разъяснительная в коллективах с выездом на места для того, чтобы люди слышали нас, видели нас, понимали, о чем идет речь. Могли получить ответ на любые вопросы, а я уверен, их по-прежнему немало. Спасибо за эту открытость. Я знаю, что вакцины поступили в поликлинике областного центра в середине сентября. Они абсолютно поступили, но мы всегда начинаем с бесплатной вакцинации. То есть это тот гарантированный социальный объем, который государство берет на себя, груз финансовый, и обеспечивает именно угрожаемые контингенты, те, которых риск в разы выше заболеть гриппом, и абсолютно бесплатно доступна для этих граждан вакцинация. Бесплатных вакцин всем хватает обычно? Абсолютно хватает всем. И если мы говорим, что 40% населения привито, то посчитайте, сколько у нас в Гомеле 40%. А это при наличии более 500 тысяч, 200 тысяч доз вакцин порядка для бесплатной вакцинации. То есть переживать в дефицит не приходится. Страна-производитель вакцины влияет на ее эффективность? С точки зрения клинической медицинской доказанности, не имеет значения страна-производитель. Но очень важная есть психологическая составляющая. И тот, кто доверяет брендам, тот, кто доверяет импортному производителю, имеет возможность без, опять же, дефицита получить этот бренд, но уже за свой счет. Сами прививаетесь? Ежегодно. И более того, определенный эксперимент, вот вынесен тому вопросу, так что же более эффективно, провела на себе эксперимент на протяжении нескольких лет и остановилась на... На бесплатной вакцине. Абсолютно бесплатной вакцине. Цена-качество даже по стоимости этой вакцины в случае платной вакцинации соответствует полностью. Что касается вакцины для деток, с какого возраста рекомендуете вакцинировать? До сегодняшний день дети с 6 месяцев могут быть вакцинированы. И есть определенные показания, когда мы настаиваем, рекомендуем, ну или предлагаем. В завершении подведем черту в этом разговоре. Действительно, вакцина против гриппа не является гарантом отсутствия ОРВИ и гриппа на протяжении года полутора. Но все-таки, почему ее нужно сделать? Сегодня, когда идет этот микс грипп-ковидная инфекция, мы в дополнение говорим и просто призываем людей, услышьте нас. Потому что вакцина от гриппа, которая содержит, кроме вот этих частиц вирусных, которые защищают непосредственно от гриппа, от заболеваний, содержит, как правило, еще иммуномодуляторы, которые подстегивают иммунитет человека и тем самым защищают, в том числе, и от ковидной инфекции. Поскольку если вот этот микс разгорится и будет грипп плюс ковид, ну, это крайне тяжелая ситуация, прогнозируется. Сейчас специалисты об этом говорят и упреждают. Поэтому призываю всех воспользоваться возможностью там, где возможно бесплатно привиться, использовать этот шанс, уникальный на самом деле. Ну, а там, где есть показания для платной вакцинации, то есть не имеется особых показаний, воспользуйтесь возможностью выбереть, остановитесь, имея финансовую составляющую, выберите для себя вакцину. Спасибо большое за эту полезную информацию. Здоровья всем нам. Благодарю за интервью и до встречи в эфире. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok